Зачет наоборот Рустамбек Махмудович Нуримбетов Здравствуйте, спасибо, что к нам пришли Вы сегодня у нас представитель преподавателя И сдаете зачет студентам, то есть мне Готовы? Давайте попробуем Ну, прежде чем начать, давайте с вами поближе познакомимся Вам нравится страх в глазах студента, когда они сдают зачет вам? Или экзамен? Мне вот, например, больше нравится, когда есть возможность со студентом Который хорошо приготовился к экзамену Поговорить как бы на равных, когда человек полностью знает весь материал необходимый И с ним можно вести умную беседу, которая обычно не получается вести со студентом Который либо еще не дошел до какого-то материала Либо там плохо подготовился в течение семестра А вот на экзамене это самый лучший момент для умного разговора Вы считаете себя хорошим преподавателем? Мне иногда нравится так думать, но пусть лучше за меня скажут мои студенты потом Рустамбек Махмудович Нуримбетов Преподаватель юридической школы ДВФУ Ведет дисциплины международное право и в совершенстве владеет английским языком А преподаватель это навсегда? То есть вы будете преподавать, пока не состаритесь? Мне очень хотелось бы, чтобы это было так, но жизнь интересная штука Она разбрасывает людей со временем в разные места Может быть даже и получше, чем университет Но думать о том, что однажды я буду стар и буду заходить в аудиторию полную молодых людей с горящими глазами Она как бы подогревает, подогревает эта мысль, скажем так Вы можете наблюдать группу из снеговиков, изображающих митинг Скажите, против чего они протестуют? Я вижу, что снеговики раскрашены в разные цвета И поэтому я предположу, что снеговики против дискриминации Правильный ответ – снеговики против весны Вот вы как относитесь к дискриминации? Как сотрудник юридической школы я должен отметить, что недопущение дискриминации – это одна из основных задач нашей правовой системы И вообще дискриминация – это то, с чем следует всегда и во всех случаях бороться Вот если бы снеговики боролись не с весной, а с дискриминацией, у них был бы шанс А так, боюсь, нет Следующее задание связано с интернетом, видео из YouTube мы взяли Давайте посмотрим на экран Сможет ли обезьянка перетянуть за собой собаку? По своему опыту собаководства я могу сказать, что очень сложно собаку заставить сделать что-либо вот таким вот методом, если ее просто тянуть С чего я делаю заключение, что, скорее всего, обезьянке не удастся выполнить свою миссию И она, мне кажется, падет жертвой своих собственных усилий Обезьянке все-таки удалось это сделать В Индии дельфинов признали разумными существами и приказано убрать все дельфинарии, да, развлекательные Может быть, нам собак и обезьян тоже признают разумными? С юридической точки зрения это достаточно интересный вопрос Дело в том, что ни собака, ни обезьяна, по причине того, что они не принадлежат человеческому роду, не могут являться личностью в юридическом смысле Собака, обезьяна, дельфин — это собственность Поэтому индийское государство запретило определенный объект собственности Есть такие счастливые студенты в Колумбийском университете в Чикаго Которым удается изучать курс культуры зомби Вот название одного из таких курсов вам предстоит угадать Готовы? Мы приготовили для вас калаш из двух фотографий На первой фотографии это два слова, на второй фотографии это полтора слова Название дисциплины как раз-таки из нее и состоит Ну, давайте предположим, что речь идет о дисциплине плетение корзин под водой Такой курс есть в американском РИД-колледже Вы свой предмет считаете важным? Международное право очень важно для студентов, обучающихся по направлению юриспруденции Потому что оно позволяет взглянуть на многие другие изучаемые дисциплины И на многие моменты, связанные с юридической реальностью Как бы снаружи коробки Потому что студент юридической школы изучает конституционное право Уголовное право, гражданское право И все это право России И когда студент приходит изучать право международное Ему приходится столкнуться с совершенно другой системой Все его знания, полученные в ходе отраслевых дисциплин Они теряют большую часть своего значения, когда он переходит к изучению международного права Приходится возвращаться к истокам Приходится возвращаться к пониманию общей теории И уже на ее фоне оценивать то, что значимо с позиции именно международного права Вот я как студент часто люблю такую отмазку Когда преподаватель спрашивает, готова ли ты? Я говорю, да что ваше международное право? У меня кроме вашего права еще 10 дисциплин нужно сдавать Вот как вы относитесь к таким студентам? Я предлагаю им пойти и заняться теми дисциплинами, которые их волнуют больше Четвертое задание связано с городом Владивосток Это родной для вас город? В Владивостоке я родился и вырос Ну тогда вы в любом случае должны знать, сколько статуй на крыше серой лошади Пусть будет 4 Есть такое сообщество, называется Руфера Они поднимаются на здание для получения острых ощущений Я не уверен, что это законно Но следует отметить, ничто не является преступлением, если это весело Не знаю, разделяют ли мою позицию правоохранительные органы Но я бы сказал так Следующее стихотворение мы перевели на китайский, английский, французский и обратно на русский язык Скрыть грозовое небо туман, вихревой снег крутящий момент Поэтому как животное воет, кричит как ребенок на крыше полуразрушенный Вдруг шорох в соломе, так что пассажиры с задержкой для нас застучат окна Вам нужно узнать это стихотворение Это, в общем-то, несложно, потому что красоту русского языка за шифрованием не скрыть Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя То, как зверя назовоет, то заплачет, как дитя Вы оказались знатоком русской литературы Признавайтесь, интуиция, знание или воображение? Вы знаете, кто бы что ни говорил, конечно, юристы, они тоже в своем роде гуманитарии И в литературную сторону гораздо ближе, на мой взгляд, чем инженеры или математики Вот поэтому будем считать, что гуманитарное образование мне позволило распознать это стихотворение Вас студенты когда-нибудь разыгрывали? Однажды студенты меня не разыграли, они поздравили меня с днем рождения, купив мне обед Вот они принесли мне обед прямо на пару И вы прямо на паре ели свой обед? Ну да, я дал им контрольную, и поскольку у меня не было необходимости ничего говорить, я поел Вы ответили три раза правильно и два раза неправильно То есть вы сдали наш зачет Спасибо Радостный на триумфу Если бы это был экзамен, это была бы тройка, я понимаю Да, 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 не больше Но зачет я сдал, а на зачет достаточно Вы смотрели программу Зачет наоборот И в гостях у нас был Рустамбек Махмудович Нурымбетов, преподаватель юридической школы Если вы студенты, хотите задать вопрос, действуйте, электронный адрес на экране Если же вы уже имеете высшее образование и хотите попробовать свои силы, приходите на Зачет наоборот Увидимся через неделю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова